Время новостей на телеканале Лоба в студии Левица Океан. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Лобинские электрические сети Кубанин Эрго распахнули свои двери. Познакомиться с предприятием пришли студенты Лобинского социально-технического техникума. 27 ноября в выставочном зале города Лобинска состоялось открытие выставки «Рукодельное чудо». Лобинские электрические сети Кубанин Эрго распахнули свои двери. Познакомиться с предприятием пришли студенты Лобинского социально-технического техникума, выбравшие профессию энергетиков, экскурсии, общение с сотрудниками в программе посещения, а в перспективе – возможность трудоустройства. Лобинские электрические сети уже несколько лет являются партнером социально-технического техникума. Этот день – реальное доказательство, что предприятие заинтересовано в квалифицированных кадрах и знакомит молодежь с будущей профессией и еще со студенческой скамьи. Разговор в диспетчерской – это не просто обмен информацией, а диалог специалистов. Будущие энергетики задают массу вопросов. Данное мероприятие, которое проходит сегодня здесь со студентами на базе Лобинских электрических сетей, будет очень полезно как для самих студентов, поскольку они не только в теории узнают всю информацию, так скажем, из снежика, а уже более непосредственно контактируют с самим оборудованием. Сейчас пройдем на подстанцию, будем ознакомливаться с оборудованием, на котором им предстоит в будущем работать, и с работой непосредственно диспетчера, то есть с управлением всей энергосетью района. Хочу отметить, что в глазах студентов виден такой азарт, что им это нравится. Ну, я думаю, что в дальнейшем будем контактировать, и если у них появится такое желание, то милости просим, возьмем их на работу и будем в дальнейшем работать и обучать их. Перспектива трудоустройства делает специальность электрические станции, сети и системы, безусловно, привлекательны. Второкурсники отмечают это преимущество, а еще говорят, что знания пригодятся и в быту. Мне очень нравится эта профессия, потому что, во-первых, она востребована, во-вторых, это понадобится где-нибудь дома, ну, и всегда как бы нужно. Ну, эта профессия является сейчас одним из ходовых. У нас много предприятий, которым можно работать. Кстати, Лобинские электрические сети – то предприятие, где проходят практику студенческие отряды Лобинского социально-технического техникума. Только в этом году свои знания на деле применили 9 человек, а еще получили опыт. Так что сотрудничество техникума и Лобинского филиала Кубанинерго приносит взаимную выгоду. Полезно посещать вот именно это предприятие, потому что специализация как раз студентов ведет именно этого предприятия. Оборудование, сети, все, что как раз касается их, вот находится здесь. А некоторые ребята, вот мы приводим специально второкурсников, они только первый курс прошли общеобразовательные предметы и начали только сейчас изучать уже спецпредметы именно по этому направлению. И поэтому вот впервые они видят оборудование, это впервые начинают что-то осмысливать, то есть уже не теоретически, а глазами могут реально увидеть это оборудование. И поэтому с этой точки очень все это, конечно, полезно. И мы мечтаем в дальнейшем, что мы будем проводить так называемое дуальное обучение, когда они изучают теорию, параллельно мы приводим, и тут практически они подтверждают свои знания. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». 27 ноября в выставочном зале города Лобинска состоялось открытие выставки Татьяны Венцель «Рукодельное чудо». Мероприятие посвятили Всемирному дню рукоделия. Рукоделие во все времена было любимым занятием женщин. Оно становится все более востребованным современным обществе. В выставочном зале города Лобинска состоялось открытие выставки кружевного мастерства Татьяны Венцель. Она подарила свои работы талантливой художнице, нашей землячке Марии Рыпаловой. Мария решила поделиться этой красотой с жителями и гостями Лобинского района. Татьяна Николаевна всю жизнь проработала реставратором в городе Москва в различных музеях. Это и русский музей, и музей изобразительного искусства. Теперь у нас есть уникальная возможность познакомиться с этими работами и даже перенять такое уникальное мастерство. В качестве эксперта в выставочный зал пригласили мастера по кружевоплетению Галину Шелесную из Краснодарского частного музея галереи «Особняк». Она сама долгие годы собирала в коллекцию вышивок, а также создает уникальные предметы из кружева. В ее коллекции более 500 работ. Главной своей работой и, прошу прощения, заслугой тоже считаю сохранение, восстановление старинных рукоделий. Старинные рукоделия я собираю исключительно на территории Кубани, никаких покупок в интернете или где-то там еще я не предпринимаю. Но на Кубани существовали очень-очень разные техники. Гости выставки с удовольствием слушали рукодельницу и задавали интересующие вопросы. Кстати, среди гостей были и юные мастерицы. Мне было очень интересно на выставке. Я много чего нового узнала. Ну, вообще выставка шикарная, все красиво, так необычно сделано, интересно. Я очень рада, что нас пригласили на эту выставку. Встреча с таким уникальным человеком, с такой выставкой, столько нового для себя, как бы берешь, да, занимаешься рукоделием. И смотришь эту выставку, а в голове уже возникают идеи, что себе сделать по-новому. Ну, очень здорово. Спасибо Валентине Вячеславовне, что она пригласила такого уникального человека. Такую уникальную выставку нам показали. Это просто прелесть. Выставка «Рукодельное чудо» продлится до конца 2019 года. Дарья Спириденкова, Лилиция Океан, Игорь Бычков, телекомпания «Лоба». С 28 ноября по 1 декабря в Лобинском районе пройдут спортивно-массовые мероприятия. Представляем вам анонс. 28 ноября в 10 часов в спорткомплексе «Олимп» пройдут соревнования по баскетболу среди юношей с 7-9 классов. 28 ноября в 10.30 в «Олимпе» пройдут соревнования по настольному теннису среди инвалидов лобинского городского поселения. 29 ноября в 14 часов в спорткомплексе «Олимп» состоится турнир по баскетболу среди девушек 2005 года рождения, посвященной 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 30 ноября в 10 часов по улице Красной 4А пройдет турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004, 2005-2007 годов рождения и вольной борьбе среди девушек. 30 ноября в 10 часов в спорткомплексе «Олимп» пройдет турнир по гандболу в рамках программы «Антинарко» среди юношей 2004 года рождения и моложе. 1 декабря в 10 часов в спортивной школе «Единоборств» пройдет турнир Лобинского района по киокусинкай, кумите и ката. 1 декабря в 10 часов в «Олимпе» пройдет турнир Лобинского района по волейболу среди девушек 2003 года рождения и моложе. Таким был сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok